Не поздно ли начинать новую жизнь после 40 лет? Ощущаю, что мои начинания уже вызывают недоумение у окружающих. Новая профессия, новая семья, новое место жительства. Всё окружение меня жёстко осуждает. Ну опять начинаем. Окружению не жить в вашей жизни. Очень просто осудить, очень просто выступить судьёй. Ну тогда выбор-то не богат, значит нужно остаться там, где плохо, где жутко, где не хочу. Ну лишь бы окружению было хорошо. Что же тогда за окружение? Единственное, вы должны понимать, что новую жизнь вам придётся строить собственными руками. И окружение сразу не отвалится, поверьте мне. И оно будет настоятельно держать так вот, чтобы доказать, что они были правы, предупреждая вас о таких серьёзных последствиях. Значит вы должны быть в 5 раз, в 10 раз внимательней, в большей степени разбирательной, меньше разговаривать о том, что вы хотите, тем более тем людям, которые вас осуждают или предупреждают. И только делами, и только изменениями, и только удовлетворённостью той новой жизни, которую, если, дай бог, вы решитесь начать. И безапелляционное собственное решение будет так, как я хочу и как должно. И готовы это будете строить? То поверьте, со временем, когда у вас получится, тем людям, которые вас не верили, придётся принять. Предупреждаю, они не будут довольны, но, по крайней мере, больше не будут рассказывать, что у вас что-то там не получится. И это своего рода победа над самим собой, что вы не повелись на дурные разговоры, а повелись на своё собственное решение и доказали себе, что жизнь можно начинать в любом возрасте. И качество жизни зависит только от вас, а не от тех людей, которые что-то советуют или о чём-то предупреждают. Вот знаете, как говорят, есть такая категория родственников, когда врагов не нужно. Или такие люди, которые вот только рот открывается, яди капают. Вы как-то так посмотрите вокруг себя, может, там есть люди, которые готовы оказать вам поддержку или как-то что-то хорошее, светлое, достойное, чистое рассказать. Помогать не надо, да, но и мешать не будут. Может, всё-таки вот так будем трансформировать, коль новая жизнь и новое направление. А бороться с теми людьми, которые точно знают, что у вас не получится, это бесполезно. Бесполезно. Поменьше общайтесь и ссылайтесь на то, что у вас на сегодняшний момент очень большая занятость. И как только вы всё это сможете разрулить, разгрести, то обязательно им перезвоните. По крайней мере, берегите себя и свою нервную систему. Это очень важно, потому что если человек в раздрае и в напряжении, он крайне неэффективен, потому что мысли одни, а делать нужно другое. И это такая тройная нагрузка. Редактор субтитров А.Семкин